К сожалению, капри очень сильно засиделись в нашем гардеробе. То есть они практически полностью, даже исключительно перекочевали в гардероб пенсионерок. И теперь, наверное, капри ассоциируется с образом пенсионерки. Тем не менее, сами-то брюки хороши, капри это удобно. И можно найти такие фасоны, такие брюки, которые не будут вас вызывать у людей ассоциации с пенсионным возрастом. Так, я сейчас переоденусь. Вот такая блузка. Я ее не стала разглаживать, потому что она, если ее разгладишь, она будет велика мне. Я хочу, чтобы она так сидела. Рода, наверное, из 70-х, знаете. Представьте себе, это покупала моя мама. Она никогда не носила. Это германская, ГДРовская блузка. Так, сзади у нее... А, я не могу повернуть. Забываю, что я не могу повернуться спиной. На пуговке капелька и пуговка. Здесь такая имитация баски. То есть вырез такой сделан. И из-за этого элемента, для этой блузки, по нынешним временам, требования брюки должны сидеть на талии, не ниже. Вот. Очень хорошо она выглядела бы с предыдущими розовыми и бирюзовыми. Итак, я во всем белом. Если бы... Ну, кроме босоножек, да. И сюда, конечно, не хватает акцента на ремень. Это мне напоминает 70-е годы. Там тоже был менее продолжительный промежуток, когда была модна длина посадка брюк на бедрах. И вот такой в стиле 70-х широкий яркий ремень. Ну, собственно, любой цветовой акцент сюда подойдет. Мне хочется оранжевого. Можно как-то сделать перекличку с босоножками. Вот. Ну, в этом образе ничего особенного. Это как чистый лист бумаги. Конечно же, белая блуз, белая водолазка сочетается с любым пиджаком. Так можно пойти на вечеринку. Ловись, 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 образ. Ну, а белые брюки, конечно же, сочетаются с любой из блузок, рубашек, которые я вам показывала. Например, с этой. Так, ну, для сентябрьского вечера, может быть, лучше будет вот этот образ, да? Более таким, более уместным. Тоже отличная рубашка из хлопка, из тончайшего. И да, я ее брала в самолет в качестве жакетика, в качестве кофточки. Потому что, ну, у нее укорачивающиеся рукава с помощью ее паты. Можно их сделать вот такую длину, 7 восьмых. Можно закатать выше. Сделать одну четверть, две четверти. Так, и здесь можно надеть палетки. Надеваю палетки и, пожалуйста, в магазин за хлебом. Так, можно пойти и вот так. Осенним вечером. Так, а можно и вот так пойти вечером прогуляться. Вот по бульвару мациот сделать. Так, еще один такой образ босиком. Потому что он у меня ассоциируется с хиппи. Хиппи, но и хипстер. Так. Такие джинсики. Они тоже на бедрах сидят. Поэтому я прикрыла здесь круги жира. Ну и сюда можно надеть и те замшевые туфли осенние. У нас осенний образ, бабье лето. Можно надеть, поскольку бабье, оно все же лето, можно надеть балетки. Замшевые туфли полуботиночки. С таким фольклорным элементом. Конечно, при ближайшем рассмотрении они могут выглядеть постарушечьи. Может быть, да? Возрастную. Ну, не знаю, по-моему, они классические. Так, немножко, конечно, сейчас пропорции обуви иные. Ну, в ходьбе это не сильно заметно. Я не уверена, что дружу с синим цветом, но вот это не совсем монохром, но все-таки все равно вокруг одной гаммы все пляшет. Вокруг синий. Вот так вот. Я не рискую поворачиваться боком. Вот, только в этом ракурсе можно что-то видеть. Ну, мне очень идет вот такой вот вырез. Вот такой вырез. Не очень часто мне его носить приходится. Так, сейчас я надену что-то другое, чтобы... Джинсы с высокой талии не спасают положение. Все-таки Аюна надо худеть. Блузка потерялась на фоне этих, все-таки, с теми брючками. Так, ну вот с этой блузкой получше, но тоже все-таки. Что-то не то. Так. Я обожаю вот эту блузку. Ой. Так, этот топ. Не знаю, как его назвать. Он такой псевдо-двойдой. Опять-таки, с этими джинсами он тоже теряется. Все-таки, когда штаны на бедрах, талия более выразительно выглядит. Так, еще хиппи из 70-х, 80-х и даже 90-х. Так, сейчас посмотрим с поиском. Так, вот так с поиском. Так, все-таки мне не нравится. Все-таки так мне нравится гораздо больше. Вот, так что надо немного похудеть. Ну, чтобы это выглядело прилично. Так, вот так. Поиском. Так, так вот. Так, значит.